Здравствуйте, я Таня Волошанина. И каждый четверг я рассказываю вам об одной книге, которая меня зацепила. Конечно же, я ее прочитала. И сегодня я хочу рассказать и поделиться с вами одной волшебной книгой. Она называется «30 правил для настоящего мечтателя». Это практическая мечтология на каждый день. Следуя советам из этой книги, вы поймете, почему же ваши мечты не сбываются. На самом деле все очень просто. Мечтатели это не какие-то эфемерные люди, это на самом деле очень циничные профессионалы. Для того, чтобы стать настоящим мечтателем, нужно выполнить всего лишь пять шагов. Во-первых, вам нужно освободить свои ресурсы, чтобы в вас было больше энергии притянуть свою мечту. Второе, вам нужно понять, ваши ли это мечты или это мечты, которые вам кто-то навязал. Третье, что вам нужно научиться делать, это мечтать без остановки и без всяких либо ограничений. В следующий момент вам нужно нарисовать карту своей мечты. Ну и последний, самый приятный — исполнять свои мечты. В общем-то, не очень-то и трудно. Правило мечтателя 1, о котором говорит Ева Кац. И, наверное, это самое важное правило. У настоящего мечтателя заряд батарейки должен быть на 80%, и вам нужно за этим следить. Откуда же брать эту энергию ресурсы? Есть несколько советов в этой книге. Во-первых, есть фоновые программки, которые постоянно в вашей жизни открыты, и ваш мозг постоянно о них думает. Например, вам нужно вынести мусор, вам нужно вызвать водопроводчика, вам нужно сходить в детский сад и поговорить с воспитателем вашего ребенка, и почему-то вы все время не успеваете это сделать. Если в вашем пункте есть такие невыполненные программки, их может быть несколько, то проще взять себя в руки, позвонить, сделать, заказать, доехать до магазина, и тогда эта фоновая программка закроется. Если эта программка у вас открыт в голове, то 2-3-4 дня, думая об этой проблеме, вы тратите свои ресурсы. Следующий момент — это обязательно нужно расхламлять свою жизнь. Выкидывать ненужные вещи, выкидывать ненужные вещи в вашем гардеробе, на вашем рабочем столе, просто какие-то плюшки, запасы тоже нужно разгребать, и тем самым вы освобождаете место для того, чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое. Ну и еще очень важный момент, который отбирает у вас энергию. Если есть люди, с которыми вы не поговорили, с которыми вы не очень хорошо закончили разговор, или которым вы хотели что-то сказать, но не сказали, вот это как раз то, что отнимает вашу энергию. Идите, разговаривайте, договорите то, что хотели сказать. Еще один маленький момент, который может отнимать ваш ресурс — это ваши долги или те долги, которые должны вам. Для этого вам нужно просто составить список, кому должны вы и кто должен вам. Просто позвонить и предложить людям отдать вам долг. На самом деле, иногда это работает. Ну а свои долги, конечно, постараться отдать как можно скорее. Следующее правило, о котором говорит Ева Кац о том, что настоящий мечтатель получает удовольствие прямо сейчас. Я хочу вам рассказать одну притчу о мужчине, который съел целое ведро гнилых слив. Представляете, у него было целое ведро нормальных хороших слив, но каждый день он перебирал это ведро и выбирал сливы, которые начинали подгнивать, и съедал только их. И вот когда ведро уже опустело, бедный мужчина понял, что он съел целое ведро гнилых слив. Вы представляете? Так же ведь происходит и в нашей жизни, когда мы самое лучшее оставляем на какой-то там день. Эти туфли я буду носить только по праздникам, это платье моему ребенку я надену только вот тогда-то, а вот эту вкусняшку мы купили, но давайте мы ее потянем и будем есть только на завтраке, допустим, или через завтрак. Я думаю, что каждый из вас подумал о чем-то, что он делает, оставляя на потом самое лучшее. Так вот, настоящий мечтатель он не оставляет на потом, он наслаждается тем, что у него есть здесь и сейчас, и не живет завтрашним днем. Как же пополнять свои ресурсы? Есть один маленький лайфхак. Вам нужно просто взять и составить список тех вещей, которые вас вдохновляют, которые вас наполняют. Это могут быть как платные, так и бесплатные моменты. Из бесплатных я вам могу рассказать о своих, а вы уже подумайте, что же вас так сильно может вдохновлять. Например, я могу посидеть в кафе, пить кофе, смотреть в окно, наблюдать за людьми, и мне от этого приятно становится на душе. Или я могу гулять по надбережной, или я могу сходить на массаж. Но это уже относится к платным, конечно. Поэтому думайте, может быть, вам всего лишь достаточно выделить время, сесть и порисовать, и это будет ваша плюшка. Составьте такой список своих плюшечек, и когда вы чувствуете, что у вас не хватает энергии, открываете и выбираете то, что прямо сейчас вы можете и готовы сделать, тем самым ваша энергия прибавится. Очень важный момент. Мечтатель умеет определять свои истинные желания, и всегда может отделить чужие желания от своих. Вам нужно составить список ваших желаний. Не побояться и помечтать, как будто бы вам открыты все дороги. И когда вы составите этот список ваших мечт, подумайте, откуда взялась эта мечта в вашей жизни. Напротив каждой мечты напишите, откуда ноги растут. Возможно, когда-то в детстве мама с папой очень настоятельно прямо заставляли вас учить английский. Поэтому во взрослой жизни у вас есть связанные с этим мечты. А если вы хорошо подумаете, может быть, это не ваша мечта? Или, допустим, вы так сильно хотите похудеть, но никак не получается. Но тоже, разве это ваша мечта? Может быть, вы насмотрелись каких-то роликов? Может быть, вам комфортно и в том, что есть с вами сегодня? Думайте очень тщательно для того, чтобы понять, а ваша ли эта мечта. И есть одно классное средство, чтобы определить, ваша мечта или нет. Когда вы думаете об этой мечте, у вас возникает такое чувство, как будто бы вы надели теплые домашние тапочки. Точно, эта мечта ваша. Маленькое правило для самодиагностики и почему же некоторые наши мечты не сбываются. Если вы выпишите те мечты, которые очень долго у вас не сбываются, вы можете ответить для себя на два вопроса. Первый вопрос. Почему мне выгодно оставаться в том положении, в котором я есть? Почему моя мечта не сбывается? И второй вопрос. Что меня злит в тех людях, которые себя ведут так же и не сбывают эту мечту? На доступном примере я вам расскажу. Например, вы хотите похудеть, но у вас никак не получается. В чем же выгода здесь, вы скажете? Очень простая. Вы можете не следить за своим питанием, вы можете есть пироженки, вы можете не напрягаться и не заставлять себя ходить в спортивный зал, потому что вы это не очень любите. Вам просто выгодно. Или, например, молодой человек вам пристает поменьше, и если вы весите больше, а вам это тоже очень нравится. Есть такие девушки, я знаю. Второй вопрос. Что же меня злит в тех людях, которые не мечтают точно так же, как и я? Например, люди, которые не худеют, которые весят больше, там, 150 килограмм, и при этом ни в чем себе не отказывают. Что в них может меня злить? Во-первых, они слабовольные, бесхарактерные, им все равно на все, они беспринципные какие-то. Вот, собственно говоря, отвечая на эти вопросы, вы можете понять, почему ваши мечта не двигается вперед. И самое крутое правило. Мечтатели живут так, как будто бы их мечта уже исполнилась. Это очень сложно, конечно, представить в своей голове, но я вам сейчас тоже подскажу немножечко, как это можно приблизить. Вот представьте вашу исполненную мечту и представьте себя в этой исполненной мечте. Какой вы? Как вы одеваетесь? Как вы общаетесь с людьми? Какой круг общения? Какая обстановка? Какая квартира? Как вы разговариваете с людьми? В общем, чем больше деталей вас в будущем, тем ярче картинка. И когда у вас есть эта картинка, вы просто берете и начинаете быть таким человеком уже сейчас. Уже сейчас вы можете начать менять ваш круг общения, уже сейчас вы можете начать общаться по-другому своими родными и близкими людьми. Уже сейчас очень многие вещи из той будущей картинки вы можете начать потихоньку перетягивать в эту жизнь. И тогда ваша мечта обязательно случится. Несмотря на то, что такое легкое название у книжки, здесь так много упражнений и всяких практических заданий, выполняя их, я уверена, у вашей мечты точно начнут случаться. Я уверена, что эта книга поможет осуществлять ваши мечты. Ну, а я хочу вам пожелать, мечтайте. Мечтайте смело, ни на что не смотря, как будто бы все в ваших руках. А это действительно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова